Приветствую вас, уважаемые слушатели моей лекции. Сегодня мы поговорим на очень актуальную, животрепещущую тему для нашей современности. Это смена профессии или перепрофилизация. В связи с тем, что с 2020 года по всему миру бушует пандемия коронавируса, и независимо от этого, многие люди рано или поздно сталкиваются по различным причинам с потребностью либо сменить род деятельности кардинально, либо перейти в что-то смежное по различным причинам. Вот независимо, либо это форс-мажор, как вот мировая пандемия, либо кризис среднего возраста, или же выход из зоны комфорта, познание чего-то нового, развитие. То есть очень много причин. И мы будем рассматривать различные рычаги, методы. Я буду делиться своим личным опытом, что я делаю в большинстве своих лекций, как это сделать менее болезненным путем, преодолеть какие-то страхи в себе, найти, раскрыть потенциал, к кому обратиться, где не попасть на инфо-цыган, не попасть на каких-то мошенников, как правильно себя сориентировать по профориентации, по жизненному пути. Это будет не банальный курс из разряда блогерш на YouTube и недипломированных специалистов, которые ни разу в жизни не работали ни психологами, ни HR-менеджерами, не какими-то карьерными консультантами, а просто с головы вчерашние певицы и маникюрщицы рассказывают какой-то бред. Я же вам буду все рассказывать, имея психологическое образование. Более 12 лет работал HR-менеджером, сталкивался с различными профессиями, с различными жизненными ситуациями и сам поделюсь опытом, как я, не дожидаясь каких-то казусных ситуаций или мировых каких-то сдвигов больших, глобальных, потихоньку начал процесс смены профессии, что вы могли увидеть в моих курсах, что кроме HR-курсов начали добавляться и другие тематики, и потихоньку начал заниматься своими любимыми делами, монетизируя их, что мне в момент, когда случилась вот эта вся ситуация с пандемией, очень помогло, потому что офис, во-первых, стал более проблематичным в плане его посещения, то есть много ограничений, локдаунов и прочего всего, плюс работодатель привык, который уже к тому, что посмотрев на ситуацию, оставив там половину людей или большинство в онлайне, а не в офисе, можно, оказывается, вести бизнес, и не сильно у него желание, у работодателя, появилось возвращать людей в офис, потому что и экономия на всяких расходах коммунальных и на бытовых, и многие специальности, благодаря современным технологиям, позволяют работать удаленно, поэтому вот эти вещи еще тормозят сейчас в современном мире устройство оффлайн, поэтому мы поговорим о различных темах, о различных вариантах решения проблем, и я надеюсь, что после прослушивания этого курса у вас останется зерно, то, что я хотел до вас донести, и мой опыт будет вам полезен, поэтому устраивайтесь поудобнее, будет очень интересно, будет, как всегда, максимально доступно, курс универсальный, надеюсь, будет интересно.